На поле те, кому за 40. В красном сборная ветеранов футбола России, в белом сборная Сочи. Это матч звезд, как назвали его участники. Перед стартом небольшая официальная часть. Капитанам вручили подарок – форму. А председателю совета директоров отеля «Весна» Рубену Татуляну еще и памятный мяч. На нем расписались те, кто внес свою лепту в развитие отечественного футбола. Ветераны спорта, которые сегодня не уходят с поля. Это вот ежегодно, это популяризация футбола. А вот такие футболисты, которые играли на достаточно высоком уровне, они становились чемпионом и в советское время, и в российское время. Они как раз-таки популяризируют футбол и привлекают на площадке молодежь. Первенство России среди ветеранов футбола проходит в Сочи второй раз и снова на полях спорткомплекса Александра Карелина. Сюда, со всей страны, приехали победители региональных чемпионатов. Есть базы, есть ребята. Самое главное – желание. И мы это все проводим. Слава Богу, мне кажется, в следующий год будет еще больше участников. И дай Бог, дай Бог российскому футболу. В этом году в категории 40 плюс сыграли 8 команд. Еще 10 сборных заявлены в категории 50 плюс. Они выйдут на поле на следующей неделе. Товарищеский же матч между командой ветеранов и сборной Сочи завершился со счетом 7-5 в пользу красных. Сочинцы отстали от звездной команды всего на два мяча. Татьяна Говоркова, Галина Моисеева, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.